Здравствуйте! Это у нас предрождественский такой день, уже под вечер. Сегодня шестое января. Вот какой Дед Мороз у нас. Действительно хорошая погода. Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Дети еще верят Деду Морозу. Дедушка, посмотрите, что вам Дедушка приготовил. Вот сюда. Заходи, заходи, заходи. Вот, сюда. София, давай, давай, давай. Детям какая радость. Сам Дед Мороз такой красивой бородой усаживает детей. Наоборот. Да, вот это. Вот это. А вот это вот. Ой, посмотри. Какие ляри. А то дедушке лиршика расскажет. А, садись, садись, моя. Садись. А там тоже. Дети телеграфируют. Давай, сюда, сюда. Ну, в общем, так проходит. Прынь, вот так. Ну-ка сюда. Так проходят праздники в самом центре. Елочка что-то не очень наша красивая. Ну, огоньки горят, конечно. Домики с телами. Сейчас, сейчас, сейчас. Сюда. Лошадка не живая, но дедушка сфотографирует на память детям. Короче, у нас снег. Птичкам холодно, но зато у них вместо шубы есть перья. А там под перьями еще и пух такой. Вот они сидят, нахломатились, нахохлились, или так сказать. И им тепло. А ножки спрятали. Здесь всегда так ставят кусты. С гирляндахи. И вот эти вот всевозможные фигуры тоже светятся. И естественная елочка со снегом и шишками. И самое главное, что она живая, большая, голубая. Красивая. Сейчас я подойду поближе. И покажу для тех, кто не видит такую красавицу по-настоящему. Вот она должна быть такая. Ха-ха-ха. Вот. Сейчас. Видите, как уже ветки, конечно. Это каждый год отрастает. Где-то сантиметров на 5-10. Это такой ствол у елки. Елки-палки лес густой называется. Вот это же оно и густое, потому что видите, все это старое внутри. А снаружи красиво она смотрится. Никогда почему-то не смотрят. Какая же она здесь. А здесь уже ничего нет. Видите, все посохшее, старое. Ветки какие. Вот такая она. И ветки аж до самой земли. Кто-то отломал веточку. Может, сама упала. Ого. Да только три, а как здесь густо, да? Там аж темно. Ого. И шишечка где-то сверху падала. Смотрите, как там. Я что-то раньше никогда не замечала, как здесь. Видите? О, все серое. Или коричневое, темное. Лиси-лиси, темному. Доходу к сетру лис. Это ж темный лес получается. Ха-ха. А здесь хорошенькая, зелененькая красавица стоит. Видите, как замаскировалась новым, все старое. Самодельный каточек. Ого. Нужно проехать. Классно. Классно все едут. Их импровизированы. Большой разбег. И маленькое место для катания. Что может быть лучше? Попытаться на коньках. Какое хорошее время. Просто смотрю в окно на пролетающий снег. И на дереве вишня прыгают синички, да? Желтой грудкой. Синичка? Угу. Синичка, которая то там, то там что-то клюет под корой. Конечно, им сейчас и холодно, и голодно. Надо, конечно, их подкармливать. И вот, смотрите, на этом. Они, конечно, понимают, где могут спрятаться какие-то паучки, что-то еще. Она заглядывает в каждую, где-то щелку, да? Вот здесь что-то все-таки же находит, находит. Он прыгает то там, то там. Сейчас еще раз наведу. Она летает то туда, то сюда. Вот даже на... На металлических этих опорах ищет что-то. Да, конечно, нелегко им выжить такой мороз. Это я и повесила, им, вернее, повесила такое сало с мясом кусочек. И вот уже прилетела. Прилетела в наш ресторан. Так, а пока я ходила по центру, по городу, муж приготовил вот такую рыбку. С картошечкой, смотрю. С лучком, с морковкой. Очень вкусно пахнет. И сейчас как раз такая вечеря, песна. Как она еще называется? Постная. Постная, да. Вот, будем сейчас пробовать. Вот, видите, какая рыбка у нас. Рыба называется... Карп, да? Карп. Карп, да. Да, так что можно выготовить, видите, такая подушка с морковки. Ну, а сверху приперчил. Ну, нормально, все подпеклось. Посадью, поперчил. И очень вкусно приготовил. Молодец. Добрий вечер тобі, пане господарю. Радуйся, ой, радуйся земле. Син Божий народився, застыряйте столи, та все скатертьями. Радуйся, ой, радуйся земле. Син Божий народився. Радуйся, ой, радуйся земле. 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 Продолжение следует...